Чтобы определить дисбаланс таза, нам нужно определить, если два основных нарушения, которые могут быть в тазу. Первое это латеральное смещение таза, то есть боковое смещение, это когда часть таза, подвздошная кость, смещается или наружу, или чрезмерно внутрь, она может поворачиваться, то есть в одну или в другую сторону. И второе это поворот, ротация подвздошной кости относительно крестовой кости. То есть это может быть передняя ротация, может быть задняя ротация. Вот. Это все сопровождается изменением тонуса мышц, которые постоянно удерживают, то есть если есть постоянный дисбаланс, значит есть дисбаланс в мышцах, которые поддерживают это неправильное состояние тазовых костей. То есть нам нужно определить, вот для начала возьмем вот это вот боковое смещение, когда оно не бывает. В этом положении удерживают таз и две мышцы. Первое это касаемо живота, то есть таз у нас смещается вот в такой как бы плоскости, да, в форме. И при этом движение имеют, на это влияют две мышцы. Первое это касаемо живота, внутренняя и наружная касаемо живота. И второе это средняя и горечная мышца. То есть средняя и горечная мышца, она стабилизирует таз снизу, косые мышцы живота сверху. То есть, например, если перестает работать средняя горечная мышца, то автоматически будет укорачиваться косые мышцы живота. И таз будет смещаться вот сюда вот, внутрь как бы поворачиваться. Если наоборот, выключается косая мышца живота, а квадратная мышца поясницы, ну компенсаторно укорачивается, то таз, ну например, будет наоборот вот в эту сторону, наоборот разваливаться, наружу как бы поворачиваться. Вот. То есть каким образом это можно бы установить? Ну, с помощью визуального осмотра это сделать сложно. Для этого мы применяем мышечное тестирование. Вот. Для этого протестируем среднюю горечную мышцу и косую мышцу живота. Начнем с косых мышц живота. Так. Значит, давай сидись. Вот сюда поставь. Подверг, вниз. То есть теперь с прямой спиной поворачиваем до сайта. Такое положение. И просим давить плечом. Дави. Еще раз дави. С этой стороны касаемо, что вот хорошо. Еще раз. С этой стороны касаемо, что не работает, не в тонусе. Ну, то есть вот мы уже выявили, что есть дисбаланская сыплость живота. С этой стороны она слабая, с этой стороны работает. Теперь посмотрим, есть ли какое-то нарушение в квадратных мышцах. То есть в средней горечной мышце. Для этого тестируем среднюю горечную мышцу. Давай правильно тестировать, как надо. Положись на бок. На левой. Ножку поднимаю вверх. Три порции у средней горечной мышцы. Для начала протестируем вот среднюю порцию. Вверх, потолок, ножки, беги вверх. Ну, никакого тонуса мышцы нет. Вверх, то есть она слабая. С этой стороны у нас была касаемо мышцы живота. Ну, как бы мы протестировали. То есть она хорошая, да, нам показалось. Но здесь слабая средняя горечная мышца. И уже делаем вывод, что вот здесь она не может быть в порядке. Если слабее средняя горечная мышца, то изначально нормальная мышца будет укорачиваться. Вот. Ну, это уже точно, да. Но так, чтобы убедиться, можно проверить. Снова сядь. Но в лечении этого делать не надо. Ну, то есть это просто лишнее время занимает. То есть и так уже. Да, это и так понятно, что надо расстегивать просто ради этого научного интереса. То есть, каким образом вы можете проверить короткое леона, да? Это сначала ее быстренько расстегнуть. Если мышца короткая, после быстрого расстежения в течение где-то 4-5 секунд она тонус теряет. Потом снова лежи, дальше дави, дави, дави. Потом снова хорошо, в принципе, не возвращается. Если расстегнуть, то там секунды 3-4 она будет слабая. Ну, во время лечения этого не надо делать. Вообще, чем меньше тестировать, тем лучше. Ну, как бы надо там... Ну, уже визуально смотреть больше, да? Уже сможешь так? Ну, да. Визуально смотреть. Нет, иногда надо тестировать. Ну, просто вот... Ну, когда не надо тестировать. Ну, то есть вот это вот, ну, можно же было не делать. То есть и так понятно, что она короткая. То есть зачем еще дополнительно? Ну, это время просто, конечно. Так, снова же... То есть мы... Давай, ну, как-то еще раз. Сейчас мы говорим о том, что у нас с этой полной таза, эта полная таза у нас получается смещена вот таким вот образом внутрь. Касаемость с этой стороны слышим короткая, средняя горечная, здесь слишком плавная. То есть что нам здесь нужно будет делать? Усиливать среднюю ягодичную мышцу и убирать укорочение косых мышц живота. Так, на другой бок теперь. С этой стороны мы здесь неимаем то, что у нас косые мышцы живота слабые, да? Проверим среднюю ягодичную мышцу. Вверх, вверх. Вверх. Среднюю ягодичную мышцу тоже не работает. Здесь у нас получается так, что не та мышца, которая сверху держит таз, да? Не та, которая сбоку. Потому что она всегда болит тут. Не работает. Сейчас прошло. То есть клавида не болит? А, это дергалка. Ага. Прошло, да? Ну, видишь, ты не закрепил упражнение. Не покрепил упражнение. А, давай тогда, может, сейчас я все сделаю и упражнение покажу, да? Ага. Передняя порция очень хорошо работает. Средняя порция вверх, давить вверх. Средняя порция уже плохо. Передняя, если протестировать переднюю, просто ногу попробую это положение держать. То есть очень тяжело даже много просто держать. Это задняя порция, да? Это передняя. А, передняя. Да, задняя, она... Когда вперед. Очень хорошая, да. То есть вдали, вдали. Если я вот ногу прям висеть, в общем, на ней. А, передняя порция, держись. Передняя порция, вот. Вот такая. То есть мышца, которая должна быть вот такой вот мощной, стала вот такой тоненький. Вот. То есть нам нужно изолированно сначала включить эту мышцу, убрать там риггерную точку, чтобы она вообще могла сокращаться, была способна к сокращению. То есть, ну, для этого, например, можно поменять метод натяжения, противонатяжения, да? Там, страница, контрстраница. Вот в таком положении. Ну, можно из такого положения, просто убрать там риггерную точки. Там женщина, кто там стесняется, например, да? Все равно такая поза. Не очень. Вот. То есть места крепления делаем. Там женщина, где мы планираем. И на нем. Вот в таком положенииước. Вот так вот. Продолжение следует...